Эта зима выдалась особенно теплой. Несмотря на это, количество людей, получающих травмы, не уменьшается. В основном травмируются конечности. Как правило, это повреждения связок и переломы различной степени. С начала года 2282 человека обратились в отдел травматологии. Каждый день обращаются около 20 граждан с различными телесными повреждениями. Несмотря на первый взгляд благоприятные погодные условия, количество людей, стоящих в очереди в кабинет травматолога, не уменьшается. С января этого года на сегодняшний день к нам обратились 2282 человека. Из них около 800 человек, упавшие на скользких тротуарах. Чаще всего случаются переломы запястья, лодыжки, растяжение связок, разрывы сухожилий, ушибы ребер. Я хочу сказать людям, во время экстремальных неустойчивых погодных условий не выходите без какой-либо срочной необходимости на улицу. Из-за гололёда количество ДТП также увеличивает сам половина обращающихся, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии. Сейчас в основном сюда приезжают из-за дорожно-транспортных происшествий. Хотелось бы, чтобы во время гололёда люди не выезжали далеко. Как я уже озвучил, к нам чаще всего обращаются люди в возрасте 45-60 лет. Это из-за неосторожности и спешки. Таким образом, чтобы избежать травм и очереди в травмпункте, врачи рекомендуют быть более осторожными. Талшин Шагыртхан, Аян Мухтарула, Телеканал Семей.